Микс Ньюз. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Итак, замдиректора агентства государственного социального страхования Майя Гродума у нас сегодня в гостях. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ваше агентство, оно не сходит с первых полос. Тоже в последние месяцы по всяким причинам. Но вот последняя, конечно, история это закрытие банка ПНБ. Для многих внезапное. Этот банк обслуживал людей пенсионного возраста в большом количестве. 40% Ваших клиентов, да, 40%. И, насколько я понимаю, у вас там 70 тысяч, около 70 тысяч человек, я имею в виду, пенсии получали. Нет, всего у нас там было около 38 тысяч клиентов. Там были и получатели детских пособий или пособий по безработице, например. Но, конечно, большая часть была пенсионеры. Получатели разных видов пенсии. Вот есть одна особенность у пожилых людей. Они не очень следят за новостями. И получилось так, что многие... Это же был бывший Норвегбанк. И многие пожилые люди, ну, как бы, зная, что они получают пенсию от Норвегбанка, они даже не знали, что банк сменил название. Вот когда, ну, в новости о том, что закрылся ПНБ банк, они даже не могли осознать, связать то, что с ними произошло. То есть в этом тоже была большая проблема, что многие пожилые люди не осознавали, что возникает очень большая проблема. Я думаю, поначалу так и было. Но сейчас, смотря на то, как активно люди подают заявление, сообщая нам, где они желают в дальнейшем получить свою пенсию, я все-таки думаю, что люди осознали, что это был Норвегбанк, который тут сейчас прекратил свою деятельность, и что нужно решать, где получать пенсию. Но мы до сих пор призываем людей по возможности скорее сообщить нам, где они желают в дальнейшем пенсию получить, или пособие тоже. Так как из этих 38, что я говорила, на вчерашний день только 25 тысяч сообщили нам, где они желают пенсию или пособие в дальнейшем получить. Так что есть еще люди, которые не сделали. Да, 19 августа объявили о том, что вы не будете к людям обращаться сами лично, ждете того, чтобы люди к вам обратились. Это по какой причине было сделано? То есть у вас нет возможности людям сообщить о тех изменениях проблем, что, как уже сегодня мы сказали, у пенсионеров, у них все-таки другая коммуникация, как правило. Они не настолько быстро, может быть, живут, не настолько быстро информацию для себя осваивают. Да, сразу обратиться к этим 38 тысячам, да, это, конечно, дорого, это не очень эффективно, так как, сами знаете, люди часто не живут в тех адресах, которые они указали. Другие виды коммуникации тоже, они у всех есть, это пенсионеры все-таки, и сейчас еще летний период, люди, может быть, временно куда-то выехали, поэтому такого способа оповещения, как каждому прислать сообщение, да, такого не было. Мы только обращались к людям в средствах массовой информации с просьбой сообщить, где они будут получать пенсии. И у нас еще и в законе записано, что с пенсией мы можем только по указанию самого пенсионера что-то делать, перечислить. А оповестить же вы можете, это не присылать пенсию, а оповестить, ну, какое-то... Да, оповещение было, как говорится, в средствах массовой информации, таким образом, да. А каким образом сейчас, вот пенсионеры вдруг кто-то слышит, сейчас нас понимают, что это касается как раз-таки его проблем, что ему нужно сделать? Вот каким образом прислать это заявление? Может быть, не у всех есть возможность, ну, не все умеют по электронной почте это сделать, как это сделать физически? Заявление можно присылать по почте, можно приходить в наши филиалы, нашего агентства, там подавать заявление, можно использовать услуги центров обслуживания клиентов, самоуправлений, они тоже принимают заявление для нашего агентства. Конечно, кто пользуется электронной почтой, есть электронная подпись, это можно сделать, можно Латвии ЛВ подать заявление, там есть такой вид услуг, как заявление учреждения, там можно записать, если есть возможность в Латвии, как говорится, авторизироваться, да, это можно использовать. Электронная почта, я смотрю, вот едок at vcaa.gov.lv Куда нужно отправиться. Да, а получается сейчас, вот эти обязательства, Павел взял на себя банк Цитаделла, так получается, да, и всем пенсионерам необходимо через этот банк действовать. Цитаделла – это банк, который выплачивает гарантийные выплаты банка ПНБ, если там деньги остались, то это банк Цитаделла, который эти деньги выплачивает. Там, конечно, входят и те пенсии и пособия, что мы перечислили, поэтому эти неполученные пенсии и пособия сейчас, как говорится, переобрели название гарантийные выплаты, и их выплачивает Цитаделла, и там нужно действовать по тем указаниям, что они дают. Сколько я знаю, сейчас люди приходят еще в филиалы ПНБ, туда обращаются, а там уже их принимают работники Цитаделла, и все делают, чтобы эти неполученные деньги, что остались на счетах, людям выплатить. А если у человека другой банк, например, третий вообще какой-то, они Цитаделла там… Они могут указать еще в другом банке, это совсем не обязательно, что только Цитаделла, нет. Другие. И Цитаделла сейчас и принимают сразу заявление для нашего агентства, там же, где человек оформляет все бумаги для того, чтобы получить неполученные деньги, сразу можно написать заявление, указать новый счет, куда деньги перечислить, наши пенсии и пособия, и банк сам передаст это заявление нам. Ну вот мы наблюдаем эти картины того, как действительно люди стоят в больших очередях, в долгу впился особенно много, вот, но при этом не первый банк у нас закрывается, и вот даже в недавнем прошлом, в этом десятилетии, закрылось как минимум три. Вот на вашей памяти эта ситуация нынешняя, она как-то отличается по существу от закрытия предыдущих банков, когда тоже наверняка пенсионеры. Все-таки просто ПНБ, он позиционируется как банк, в котором особенно люди старшего возраста пользовались услугами. Я не думаю, что особенно ПНБ отличается, например, от Крайбанка, который, ну, прошлый. В 2011. Да, поскольку в Крайбанке тоже было очень много пенсионеров, просто по историческим причинам, поскольку там уже накопилось многое количество пенсионеров. И для нас все процедуры не отличаются ничем, как мы работали, например, с Крайбанком, клиентами, так и мы работаем сейчас, да, принимаем заявления и сообщения о том, куда перечислить деньги в дальнейшем. Если что отличается, то, по-моему, то, как работают сейчас банки, уже время прошло, у них тоже менялись их технологии и их процедуры, как они работают. Работают, например, с наличными деньгами в филиалах, да. В этом я вижу разницу, да, поскольку наши клиенты тоже говорят, что, например, раньше мы туда, в Крайбанку приходили, там сразу деньги получили, да, и было как-то проще, да. Но для этого есть, наверное, какие-то причины у банка, да, но точнее комментировать я не могу. Мы только со стороны наблюдаем, да, что, ну, есть отличия, скажем, то, что мы помним, как была работа организована с Крайбанка? Обычно все-таки сейчас больше люди пользуются электронными средствами платежа, то есть вот карточками, и это поставило, ну, вот многих людей в такую неприятную ситуацию, если у них не было наличных денег, они буквально оказались, ну, без средств к существованию. В принципе, вот как вы оцениваете эту ситуацию, нужно ли все-таки, ну, какой можно совет дать пенсионерам, нужно ли какую-то сумму все-таки держать в резерве наличных денег с собой на случай, ну, какой-то такой непредвиденной ситуации? Да, я могу согласиться, да, наверное, какой-то резерв всегда нужен. Может быть, как я наблюдаю тоже, у наших клиентов есть еще и другие счета в других банках, и они сразу могли сообщить нам новый счет, и мне надо было куда-то идти и открывать счет для этого случая именно. Так что, да, резервы хороши во всех случаях, да, это бесспорно, конечно. По-русски даже, по-моему, есть пословица, нельзя класть яйца в одну корзину, да, чтобы всегда... Да, с финансами это очень такой популярный принцип, да. У нас, в принципе, вот люди, как кажется, более пожилые, они с подозрением относятся вот и к банкам в силу вот всех этих событий, предпочитают только наличные, по-моему. Это, как по вашим ощущениям, это сдвигается вообще вот в сторону каких-то этих технологических больше вещей? Нет. Наша статистика показывает, что именно сокращается количество тех людей, которые получают деньги с доставкой на дом, которые получают сразу на руках наличные деньги, все-таки больше и больше получают свои пенсии в банках. Но сейчас, как наблюдаем, популярностью тоже пользуется расчетная система латвийской почты. Это, ну, что-то подобие банка, да, там тоже счет. Тем более филиалов намного больше. Да, филиалов намного больше, и люди должны туда сами приходить тогда, и они снимают деньги. Ну, вот я думал, что это наиболее популярно возможно, нет? Это учитывается при вашей статистике? Нет, именно отдельно мы не указываем такое, да, точно мы учитываем отдельно доставку на дом, да, но латвийская почта сообщает, что именно вот сейчас в связи с ПНБ банком у них расчетная система пользуется популярностью. Да, я видел тоже это сообщение, но, наверное, объясняется тем, что просто филиалов больше. Просто кажется, что закрытием ПНБ у пенсионеров, сеньоров, у них уменьшается выбор физических мест, где они могли бы забрать свою пенсию. Если раньше это было больше филиалов банков, теперь остается только почта, это может упасть на почту. Так получается? Думаю, да, но все-таки долю банка, я думаю, она не потеряется, потому что банк – это идет вместе с интернет-банком, это свои удобства, там и банковская карта. У каждого способа выплаты есть свои минусы, есть свои плюсы, у каждого есть свои тарифы, да, оплата за них, как говорится, человек должен рассчитать для его ситуации, что именно лучше. Эти наличные деньги, но тогда нужно думать, как заплатить за услуги, а может быть и не надо наличные, можно на банковский счет держать, надо смотреть, кто еще, какое окружение этого пенсионера, может ли кто помочь, может ли кто объяснить, если новые технологии непонятны, все это очень такое индивидуальное решение, и человек должен подумать вперед и подумать, например, те же самые коммунальные платежи, как он сделает. Если будет наличный, будет так, если на банковском счете будет, может быть, по-другому будет. По-другому вы имеете в виду, цена будет другая? Нет, не только цена, но… Просто комиссия же тоже присутствует часто, и для пенсионеров, которые, как известно, получают там не баснословные деньги, это тоже нередко такой фактор важный. Ну, у каждого банка свои расценки, да, и почты, у той же ПНС тоже свои, как говорится, с этим нужно ознакомиться и тогда решать. Вот вы сказали о том, что нужно, очень важно, чтобы у человека были близкие, кто мог бы ему объяснить что-то. Вот если мы говорим о пенсионерах, ведь есть люди уже с старческой деменцией, есть люди, которые, ну, тяжело передвигаются, им тяжело выходить из квартиры. Вот что делать таким людям в ситуации, если человек уже, ну, плохо, неадекватно воспринимает, ему тяжело вообще понять, что происходит. То есть так он получает деньги, а так он просто не может вообще понять, что с ним происходит. Вот может ли его, какой родственник может выполнить за него вот эти необходимые функции? Да, все наши платежи можно получить по доверенности, и об этом, наверное, и родственникам надо думать заблаговременно, и самому получателю пенсии тоже об этом подумать, ну, что будет, например, если я заболею, вдруг я не смогу больше распоряжаться своими деньгами, что тогда произойдет, да, и желательно, конечно, об этом подумать, доверенность оформить. Та же самая система ПНС предлагает такой способ, что пенсионер может прийти у них на месте, на почте, вместе с тем человеком, которому он доверяет в дальнейшем, например, по доверенности получить эти деньги, и они там это могут именно для этой ПНС-системы оформить эту доверенность, да. Так что, конечно, так же, как резервы хороши во всех делах, так же и очень хорошо подумать вперед. Сегодня все может быть хорошо, человек может все делать, но может случиться и по-другому, надо думать об этом. Зам директора агентства соцстрахования «Майя Гродум» у нас в гостях. Нам можно позвонить в прямой эфир по телефону 672-12-93-9672-13-93-9 или написать в WhatsApp телефон 230-6191, мы читаем ваши сообщения. Другая тема громко этого года – это ошибка в системе вашего агентства в марте, которая привела к тому, что более 6000 пенсионеров оказались должниками. Вот тогда приходила к нам господина Шмиттеня тоже в эту студию, по горячим следам говорила, что будет проведена проверка у вас в агентстве, выявлены ответственные за эту ошибку. Каковы результаты этой проверки? Проведена ли она? Да, проверка проведена. Сделаны выводы, что именно, какая ошибка информационной системы привела к тому, что информация в службу государственных доходов была передана неправильно, и ошибки все были исправлены, каждый пенсионер, каждый получатель пособия или пенсии был проверен информацией, и она правильно была передана в госслужбу доходов. А что за ошибка, если можно посидеть, нужно было исправлять вашу электронную систему, это потребовалось, просто тогда говорилось о том, что там отдельно наброшены на это 14 человек, целый отдел, я так понимаю, вашего агентства занимался выявлением этого. Нет, конечно, проверить это все, каждый человек, это нужны были ресурсы, это правда, да, и, ну, если очень так просто сказать, просто одна информация ложилась на другую, вместо того, чтобы сначала стереть и записать правильную, так говорится. То есть человеческая ошибка? Нет, она не человеческая ошибка, это просто ошибка в программировании, да. От ответственных физически, вот так-то в плане людей никто там не понес. Нет, конечно, те люди, которые, например, принимают программу, пишут заказ для программы, они были выявлены, конечно. Но ошибка, она давно образовалась, это не, как говорится, вопрос в месяцах было, да, поэтому и они получили только предупреждение, так как административно наказывать уже их нельзя было в связи с просроченным сроком. Ну, срок давности, да. Да, срок давности наступил. Вы про сотрудников имеете в виду? Да, про сотрудников, да. Но для людей информация вся была исправлена. А срок давности сейчас я еще хочу, срок давности чего истек, получается? Административной ответственности. То, что может работодатель призвать, наказать своих работников, да. А получается, ну, очень многие люди доверяют государству, и вот когда происходит начисление пенсии, но многие люди как бы не вникают в эту систему, то есть, ну, вот сколько начисли, столько начисли. А получается ли, что здесь тоже могут быть какие-то нюансы, ошибки, недочеты, которые все-таки, может быть, каждому человеку необходимо как бы не принимая все на веру, каким образом можно проверить, что нет никакой ошибки, вот случайной, технической, программной или человеческой даже ошибки при внесении каких-то данных. Вот вдруг человеку начислили не ту пенсию, которая ему полагается по закону. Для этого у нас есть электронные услуги, и каждый человек, Латвия ЛВ, может заказать себе справку, например, о том же самом, что вы говорите, сколько вы платили мне пенсии, какой размер пенсии. Можно все это посмотреть, и по месяцам все там видно. То же самое относится к налогам, что мы удерживаем. То же самое, та же самая возможность заказать себе справку, посмотреть, какой налог за какой месяц у меня был удержан. И имея эти данные, если, например, в службе доходов появляется что-то другое, человек сразу может сделать вывод, что что-то где-то не так, мне нужно об этом заявить немедленно. И есть еще и другие виды, например, чаще всего, о чем интересуются наши клиенты, это сколько заплатили за меня социальное страхование, сносы. Это тоже можно справки посмотреть, какой там доход, во-первых, указан, весь ли доход там, и сколько заплатили. И люди следят за этим, конечно, не все, и не так много, как мы бы желали, но все-таки интересуются и пишут нам заявление, если они находят, что что-то не сходится. Можно посоветовать людям все-таки следить за этим. Следить нужно. Новые технологии – это прекрасно, но они тоже… Ничего нет стопроцентно из гарантии в этих системах, да, и за своими данными нужно следить. Это, конечно… Вот по поводу людей интересуются, просто, насколько я понимаю, у нас, ну, мягко говоря, низкий процент людей, которые интересуются своей пенсией. Я последним данным нашел цифру 20% людей, которые, вот пятая часть населения интересует своей пенсией. И часто речь идет о том, что именно вот коммуникация, она довольно сложная. Вот вы сейчас описали, там, Латвия ЛВ, есть сайт, там, система и так далее. Вот как вам кажется, во-первых, почему такой низкий процент, и он как-то с годами не увеличивается особенно? И насколько все-таки доступна для людей вот информация… О будущей пенсии. Да, о пенсии, о своих вот этих социальных выплатах в более такой легкой форме? Мы сами считаем, что недостаточно доступна, и для этого сейчас происходит работа, чтобы сделать сайт для людей, где бы они могли посмотреть все свои составляющие, из чего пенсии образуются. Это первый уровень, да, наши взносы, наши доходы. Второй уровень – это те деньги, которые вкладываются уже где-то, и имеют, там образовываются накопления, да, и, может быть, кто еще имеет третий уровень, да, чтобы люди в более удобной форме могли это все вместе увидеть. Это одно, что они могут увидеть, сколько уже накопили, да, но им важно и подумать о том, например, если я буду продолжать работать с такой зарплатой, то как это повлияет на размер моей пенсии? Ему надо дать возможность и самому какие-то цифры туда писать, какие-то прогнозы для себя самого делать. Например, если поменяю я зарплату, как это повлияет на размер пенсии? Как говорится, делать это из двух частей, что одна – это реальная, то, что уже заплачено, накоплено, а другое – то, что человек сам прогнозирует, вот могло бы быть вот так, если я буду работать так. А что это за сайт будет? Еще точный адрес мы не можем сказать, но была вначале такая идея, что просто улучшить Латвии ЛВ, ту часть, и дополнить такой частью, которая дает все его данные, человек заходит и говорит, мои данные о моей пенсии, да, была та же идея, что может быть желательно, чтобы интернет-банк человек видел, что свой пенсионный капитал, но там один интернет-банк, может быть, у него накопление в другом месте, тоже свои минусы есть. И сейчас, видимо, остановимся на том, что это будет какая-то отдельная страница, страница, да, где люди смогут все это увидеть. Но работа начата, мы осознаем, что да, в этом есть недостатки, люди еще не так удобно могут ознакомиться со своей информацией. Я просто хотел уточнить, а если человек уезжает, например, на работу в другую страну, опять-таки нюансы, и это может быть Литва-Эстония, но это может быть и страна Евросоюза сейчас, вот это будет влиять тоже на его дальнейшую пенсию? Да, будет влиять, поскольку тогда получается, что человек накапливается пенсионные права двух или трех, или даже больше в государствах, и, в принципе, для определения прав на пенсию все года складываются вместе, все периоды, но каждое государство, зависимо от того, какая часть приходится из всего этого, на конкретное государство выплачивает свою пенсию. Говорится, пенсия складывается вместе из нескольких частей. Я хотел еще уточнить, вот кажется, какое-то время назад, в этом или в прошлом году, или это периодически происходит, вы говорите о том, что вы рассылаете оповещения лицам от 18 до 42 лет об их пенсиях, чтобы вот этот способный сегмент он как-то знал. Я просто хотел сказать, что я вроде как попадаю, но я ни разу не получал ничего такого. Каким образом это происходит? Последнее, что мы делали, это было в прошлом году, мы попробовали, как это есть, когда через ЭДС, информационная система службы госдоходов, туда присылать сообщения. Да, они приходили туда, так что если не посмотрели, посмотрите, что там у вас. И это было то же самое, что мы уже говорили, чтобы люди последили о том, сколько мы там сообщали, сколько мы за вас получили, какие деньги, какие износы на вас зарегистрировали, чтобы люди проверили это, посмотрели и осознали, много это, мало. А ещё одна группа людей, насколько я понимаю, тоже представляющая такой, ну, есть нечто особенное. В тех, кто работал до 96-го года, у кого стаж как-то высчитывается сложно, и мы ещё не так долго прожили после вообще восстановления независимости, как происходит, вот, насколько вам известно о этих людях, обо всех, или они должны сами сообщить о себе, чтобы их стаж учитывался? Довольно много людей, и я думаю, большая часть уже сообщила нам о своём стаже, ну, кто имеет вообще этот стаж, поскольку, когда, например, люди становятся безработными, там уже стаж зарегистрируется для пособия этого, и также люди просто так сообщали нам, передавали свои трудовые книжки, и мы зарегистрировали стаж. А каким образом учитывается он? Ну, условно говоря, человек работал 25 лет, не знаю, там на заводе «Альфа», да, вот, с 70-го года. Да, и система такова. У нас, начиная с 96-го года, известно о каждом, сколько он зарабатывал, и берётся 4 года, начиная с 96-го, 96-й, 7-й, 8-й, 9-й, и высчитывается там средняя зарплата, какая получается за эти 4 года, и принимается, что все эти предыдущие годы, где нам ничего не известно о том, сколько человек зарабатывал, что он работал такой же средней зарплатой, как эти 4 нам известные годы. А если он в эти годы был безработный? Плохо, это плохо, да. То есть он потерял работу в кризисные 90-е, тогда получается это… Да, там очень по-разному. Бывало так, что у других наоборот, очень хорошие были эти годы, но как у кого это… То есть наоборот? Да, наоборот, да. Есть звонок у нас, наденьте наушники, пожалуйста, давайте примем звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе. Вот столкнулся с такой проблемой, значит, работодатель не желает платить денег, ну, желает зарабатывать побольше, да, и если человек начинает искать правду, то есть ему ломают психику, просто его начинают гнобить, создают такие условия, чтобы он сам ушел, либо нарушилось его здоровье, потом врачи не хотят это признавать, то есть там нейрологи, да, психологи, психиатры не хотят вообще связь видеть, вот это причинно-следственную связь, да, что именно это профзаболевание, да, потом есть центр по профзаболеванию, там тоже не хотят эту связь видеть, то есть не назначают профзаболевание, в ДААК не дает группу, то есть они русский язык сразу перестают понимать, когда им пишешь заявление, и вот это ваша контора, тоже я заходил, они вообще говорят, что у нас такого сервиса нету, а в чем вопрос ваш, в чем ваш вопрос? Трудовая инспекция тоже не хочет этим заниматься, ну это скорее какой-то частный просто случай, просто я хотел к вам подойти на прием, можно к вам записаться на прием, Да, на прием можно записаться, можно хотя бы просто позвонить нашу консультативную службу, и там скажут точные телефоны, куда позвонить, и номер телефона 64 50 70 20. Давайте еще звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вашей гости, очень доступно все объясняет нам, еще пока не пенсионера. Мой вопрос такой, как-то я обращалась в СА, и одна из ваших дам обратила внимание, что у меня в трудовой книжке не записан адрес одной из компаний, в которых я до этого работала, и они сказали, что в будущем, когда будут начислять пенсию, могут быть какие-то проблемы. А где, и она сказала, ищите адрес, а где я могу найти адрес, есть ли какие-то архивы предыдущей компании по названию, чтобы мне эту информацию исписали в трудовую книжку. Спасибо. Да, это хорошо, что наши работники обратили ваше внимание на это. То же самое, что мы уже говорили, это могут оказаться разные государства, и разные государства должны брать на себя обязанность платить за этот период пенсии. Но это главным образом актуально тогда, если есть какие-то филиалы. В советское время было это часто так, что головное предприятие где-то в одном месте, а человек фактически работает совсем другом. Тогда это важно узнать, какое сейчас это государство, кому это относится. Я думаю, вам нужно начинать с того, что вы должны посмотреть, у вас какая информация имеется, например, кто деньги начислял, какие адреса тогда указывались, может быть, вы помните, что документы куда-то отсылались, да, где это находилось. И тогда можно понять, с какого архива начинать искать, да, и еще существует такой способ, если с архивами не получается, архивы отвечают, данных у них нет, например, предприятия не сдали свои документы, тогда можно обратиться в суд, и если у вас есть какие-то сослуживцы, которые работали вместе с вами, может быть, у них сохранились документы, тогда это можно на суде, приглашая этих свидетелей с их документами, с их сообщением о том, что они помнят о работе, где все происходило, тогда это таким образом можно установить, и уже суд решает, что доказано, что человек работал там и там. Еще одна, наверное, проблема, это когда человек в советское время работал, ну вот, в Литве или в Эстонии, я так понимаю, что необходимые документы для этого нужно получать у как раз-таки ваших эстонских, да, или литовских коллег. Да, если работа проходила на территории другого государства, что тогда нужно обратиться к ним, и у нас также имеется обмен информацией с теми государствами, и принцип таков, если человек обращается в одно государство, пишет там заявление о назначении пенсии, он сразу говорит, я работал еще в других местах, и мы тогда сами запрашиваем с того государства, чтобы они прислали нам подтверждение, сколько стажа там в другом государстве, потому что, как я говорила, для определения права на пенсию, там нужны определенные года, все года во всех государствах складываются вместе, иначе может получиться, работал в пяти государствах, и нигде не накоплены права. Для этого есть этот принцип, что все складывается вместе для определения права, и потом уже каждый отдельно за свою часть заплатит человеку пенсии. Вот мне интересно, еще в прошлом году жители получили такие выкладки службы госдоходов вида по поводу пенсионных накоплений, тогда журналисты подсчитали, были опубликованы вот эти статьи, достаточно резонансные, по поводу того, что чтобы человек вот сегодня в Латвии имел пенсию в 1000 евро, ну такая вот пенсия западноевропейского государства, он должен иметь зарплату в 1800 евро и делать социальные, взносить социальные взносы на протяжении 40 лет, вот так получается. Вот хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать, это получается как шутка больше, или это реальность абсолютно, справедливо это или нет вообще, действительно ли такова ситуация? Я бы могла сказать сразу насчет этих 40 лет, да, я думаю, это довольно нормально, да, и сейчас, сколько мы выйдем, когда люди уходят на пенсию, у них есть такие, они долго работают, да, и как мы помним для индексации, например, у нас идет и больше 40 лет, да, ну, когда есть эта градация, да, как пенсии индексируются, да, так что, да, работать надо долго, это точно, насчет этой зарплаты, я так сразу не могу сказать, эти расчеты не помню, кажется, не видела, но и платить надо, да, работать долго и платить, тогда, конечно, будет хорошая пенсия, это там, ну, не оспоришь эту истину. Да, по поводу просто хотеть сейчас, я просто хотел спросить, мы вот, ну, часто говорим о том, что высокий уровень теневой экономики, вот госпожа Шмидтеня тоже, как сейчас помню, она говорила о том, что вот люди, получая заплату в конвертах, они не осознают, что пенсию в конвертах никто платить не будет, вот ваше мнение, почему все-таки тогда это продолжается, почему люди предпочитают иметь там часть в конвертах, там, не знаю, таким образом чувствуют себя более надежным, почему так происходит, почему они этого не осознают в таком случае? Ну, лично, мне кажется, просто человек выбирает более легкий путь, ну, легче взять то, что тебе сразу так дают, человеку вообще свойственно, по-моему, тратить сегодня то, что получаешь, не думать о будущем. То есть, в этом смысле, Латвия, вы думаете, не отличается от других? Я думаю, нет. Во всех государствах, по-моему, социальное страхование, это обязательное дело, это не то, что ты выбираешь, потому что, если было бы на выбор человека, никто бы не платил, к сожалению, людям не свойственно думать о будущем, и не свойственно делать накопление. Может быть, за границей там больше они привыкли накопление делать, да, мы не привыкли, да, но такая, по-моему, человеческая природа, выбрать более легкий путь именно в данный момент, особенно не думая о будущем. Ну, или человек, может быть, боится конфликта с работодателем. Поэтому мы должны напоминать людям, да, что надо платить, надо работать, иначе ничего не получится. Ну, а если просто человек боится вступить в конфликт с работодателем, ну, потребовать, ну, вот у него сложились такие отношения, ему предлагают такой вариант оплаты, и вот он боится, что он потеряет работу, если он пойдет, ну, на принцип. Да, я очень хорошо это понимаю, это действительно так, потому что очень сложно и трудно спорить с работодателем, да, это так, и, ну, тоже не поспоришь, ты просто уйдешь, будешь вынужден искать другую работу, ну, то же самое, да. Подходит к концу наше время, еще такой вопрос, и такая информация, может быть, вы ее провернете, вот, по последним данным Европейского Центрального Банка, социальные выплаты, это самая большая составляющая государственных расходов во всей еврозоне, в странах еврозоны, в целом, в Европе. В Латвии при этом, в этом смысле, находится в самом конце, у нас социальные выплаты занимают самые, там, чуть ли не маленький процент государственных расходов, вот, почему так получается, с вашей точки зрения, есть ли в этом какая-то роль, в том числе, вашего агентства тоже? Не могу сказать, по-моему, это не так, может быть, что-то там не понят, но комментировать точно не могу, то, что вы говорите. Ну, хорошо, напоследок, еще тогда по поводу консультативного телефона, он у вас с прошлого года работает, да, в Лепо, по-моему, базируется, вот, насколько он популярен, и можно напомнить людям, какие услуги он предоставляет вообще? Очень популярен, наши клиенты долго ждали его, потому что клиенты действительно желали позвонить и прямо поговорить, и не писать, и каким-то другим образом все это делать. И сейчас, когда, например, банк ПНБ, он тоже очень-очень популярен, и людям приходится ждать в очереди, когда он звонит, звонки по очереди поступают. И сейчас мы немножко поменяли порядок работы, люди могут получить больше своей персональной информации, так как у нас в начале был такой порядок, что мы выдавали только консультации общего характера, и по телефону персональные данные не выдавали, да, мы не так точно можем проверить, кто именно, кто звонит, именно кому мы это рассказываем. Но сейчас мы старались этого делать, расспрашивать человека, чтобы понять, кто звонит, и по возможности больше давать информации именно, в чем человек нуждается. Спасибо большое. За последнюю минуту в WhatsApp нам стали очень жиле написать, но, к сожалению, времени уже не остается, еще нужно газеты почитать. Спасибо большое. Зам. директор агентства соцстрахования Майя Гродума было у нас сегодня в утре.